Всем добрый день! Сегодня хотел бы представить вашему вниманию небольшой домашний тест на лазерный радар Амата. Посмотреть, как будут реагировать на него детекторы, которые сейчас у меня есть. Посмотреть, будут ли реагировать на него в принципе. Я старался заранее настроить приборы, чтобы у всех был включен лазерный диапазон и отсутствовало приглушение по скорости. В принципе, вот всё. Можно начать смотреть, как всё будет происходить. Я включу... да, уже включён ночной режим. Я, к сожалению, использую старую камеру. Она не очень высокого разрешения. Но я думаю, что всё будет понятно. Вот, давайте посмотрим. Для начала нам нужно включить режим измерения. Луч будет виден, так как находимся в ночном режиме. Включаем измерение прибора. Так, это у нас реагирует Эскорт. Эскорт 8500. Как видите, сейчас в телевизоре точно отражается луч лазера. Он довольно широкий. То есть, шире больше, чем я ожидал. Сейчас можно увидеть, какой он. И по мере того, как я удаляюсь, ширина луча никак не меняется. То есть, надо сказать, что он практически параллелен. То есть, если использовать более правильное определение, как когерентное излучение. Смотрим, как он у нас будет реагировать. Не будет на него Эскорт. Несмотря на то, что он среагировал на излучение при включении радара, сейчас молчит совсем. Так, вот прям к лазерному приемнику подвожу луч и никакой реакции. Так, давайте попробуем следующее. Эскорт 9500AX International. Это прибор Александра под ником Санёк. Сардоформ. Так, включим прибор. Немного подождем, чтобы он вошел в рабочий режим. Где-то минут, где-то секунд 40 это занимало. Пока посмотрим на сам радарь. Вот примерно как-то так это выглядит. Как видите, практически все вот это нижнее окно, нижняя линза. Это вся ширина излучателя, да, лазерного излучателя. Вот так это видно на дисплее, так как тут расстояние очень маленькие. Ну, как бы, это комната, стояние очень маленькие, поэтому всё у нас здесь размыто, фокуса нет. Так, я думаю, прибор уже должен войти в рабочий режим. Тоже проверяем, светим прямо в приемник, никакой реакции. Я раньше перед этим тестом проверял некоторые приборы. Эскорты реагировали, но очень неохотно. То есть, я не знаю, надо каким-то углом посвятить, чтобы он как-то среагировал. Ну, в общем, по сути, никакой стабильной реакции на него нет. Так. У нас есть Валентин, он немного неисправный, старая версия. Тут не работает звук. Возможно, что-то, какие-то ещё проблемы. Но я думаю, что лазерного диапазона касаться не должно. Смотрим, светим прямо в приемник. Тоже никакой реакции абсолютно. И с этой стороны я тоже не вижу никакой реакции. Совсем. Абсолютно. Так, дальше у нас не на очереди. Давайте Вислер возьмём. Вислер Estelan Pro 78X Sarai Estelan Next. Включаем трубой. 43-я прошивка. Да, вот, заметил лазер. Смотрите, 8205. Скобочка 234. Я не знаю, что это у этого прибора. Так, сейчас включим режим трассы. Реагирует. Правда, почему-то нет звука. Не знаю, почему. Интересно то, что показывает, видимо, частоту прибора. 2818, да? А 234, я не знаю, что такое. У этого прибора есть особенность. То, что он показывает уровень излучения лазерного сигнала. Вон, что-то ещё ошибка в GPS показывает. 193 километров в час. Интересно. Вот, у меня здесь есть реакция. Я вам сейчас более наглядно покажу. Вроде как бы даже мы не в луче сейчас, но идёт реакция на лазер. Но почему-то без звука. Не пойму почему. Вот, практически, в приёмник сам на свете. Реакция идёт. Ну, и не надо слететь в приёмник, потому что вот он даже так реагирует. И даже так, я думаю, реагирует. Идеи отражались, как бы, да? Вот от телевизора луч, видимо. Ну, даже в данном случае он его видит. Так что, мне кажется, очень хороший. Очень хорошо, если рветит этот лазер. Так, давайте, что у нас. Давайте, мне онлайн 4500 возьмём. Так. Прибор включился. Смотрим, есть ли реакция какая-либо. Я пока не вижу. Вот, реагирует на лазер, но в луче. Но никак не оповещает об этом тоже звуком. Видимо, не всё. Я либо отключил. Ну, на лазер реагирует только в луче. Вот в таком, при таком положении. Такое положение он не видит. Давайте я вам покажу. Вот. Вот, реагирует в луче. Вот сейчас реакцирует. Ну, то есть, реакция прямо в луче. В данных условиях тоже нет реакции. Сейчас он просто остынет немного. На отражение реакции нет никакой. Насколько я понимаю, тут нету приёмника с этой стороны. Может, не ошибаюсь. Возьмём Кобру 745. Вот, сразу сработало. В общем, реакция идёт на отражение. Насколько отвернём. Даже. Наверное, это был. Посмотрим, как она сработает. Тут чуть-чуть наповорачиваю, но она уже сработала. То есть, прибор очень хорошо заточен на этот радар. Даже вот так реакция идёт. Сейчас попробую перекрыть приёмник. Вот, перекрыл приёмник, реакция исчезла. Убираю, слазь появляется. То есть, очень хорошо работает на АМАТу. Тут, я думаю, даже нет смысла проиграть. Она будет реагировать. Хотя, почему-то сейчас... Какая-то нажатность. Почему-то сейчас не хочет. Может, слишком сильно светит. Немного непонятна логика такой работы. Ну, сейчас в луче радио не хочет. Ну, что-то. А, как работает? Не очень понятно. Такая работа. Так, что дальше? Ну, возьмём... Давайте престиж, например, 5.6.8. 5, нет, 5.6.2. Включаем. Отражение никак не реагирует. И в луче тоже, по всей видимости. Я ничего на экране не вижу. Прибор сейчас прямо в самом луче, как видите. Не знаю, есть ли тут с другой стороны приёмник лазерный. Но тоже реакции никакой. Так, всё тут понятно. Показывает, что там мата. Показывает, что там мата. Реагирует на отражение. Попробуем перекрыть. Долго держит сигнал. Прошла. Откроем. Опять реакция мгновенная. Посмотрим, как это будет реагировать в луче. Реагирует хорошо. Даже если вот так поставить. Нет, сигнал не держит. В общем, реагирует хорошо. В целом. Нужно будет смотреть, как он будет в реальных условиях работать. Чтобы уже более понятно всё было. Так, далее у нас инспектор Тао. Пожалуйста, не забудьте пристегнуть ремень безопасности. Отражённый луч инспектор не ловит. Не ловит отражённый луч. Смотрим, как лучше себя будет вести. Город 1, город 2, город 3, IQ, трасса. Никак себя не проявляет. Я не помню, по-моему, этого прибора в настройках вообще нет. Лазер, по идее, датчик там есть. Но реакции никакой. Ни лучей, ни укражения никак. Дальше. Xiaomi G900 STR. Трасса. Видимо, тоже на отражённый луч никак не реагирует. Хотя он такой, довольно сильный, по идее. То есть, если есть к нему какая-то адаптация и нормальный лазерный приёмник, он должен брать. И лучи тоже не работают никак. Ну, думаю, что я тут не буду. Вот, садик. Сработал. Пробую ещё раз садиться. Ну, в общем, срабатывает, но как-то не уверенно. Я думаю, что в реальной жизни это особо не понравится. То есть, срабатывает прям в луче, но как-то не очень охотно. Так. Да, ну, возьмём супру. IG77. Видимо, на отражённую луч не реагирует. Будем поставить луч. Лучи работают. Оказывается, что это аната. Держит свящий сигнал. Пропал сигнал. Ну, то есть, реагирует в луче. Оно лучше, чем SHOMI-G900, но их тоже кажется, что это будет недостаточно в реальных условиях. Да, и передний приёмник тоже не реагирует. Задний точнее. Так, ну, в принципе, понятно, здесь всё. Так, далее у нас интегра игл. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Диапазон лазерных должен быть включён. Я смотрел. На отражённую луч не реагирует. Вблизи. Обязательно реагирует, когда луч попадает в приёмник. Самый реагирует. Все цикл равно тоже. Ну, опять же, только в луче. То есть, так же, как супер работает. Далее у нас... Остался Silverstone F1. Z77 Pro. Я думаю, будет работать на этом, что это шоу. Ну, посмотрим. Трасса на отражённую луч не реагирует. Лучи. Тоже, как-то неохотно. Но пока вообще не реагирует. С другой стороны. В общем, похоже по работе на шоу. Хотя, наверное... Потому что я как-то это охотнее делал. Нет, похоже на шоу. Передний, наверное, я не попал. Все очень-очень похоже на шоу. Так, далее. Что здесь осталось? У нас остались... У нас остались... У нас остались комбики. Комбо номер 1. Шоу. Счастливого пути! Тут, по идее, все должно быть включено. Лазер! Отражённую луч берёт. Смотрите. В чём здесь какая-то шкала? Видимо, она может меняться. Или она постоянно будет полной? Не очень понятно. Ну вот, я сейчас его отверну. Да, пропал лучше. Пропал приём. Так. Немного доворачиваем в сторону отражения. Видимо, он просто так индицирует. То есть, у него либо полная, либо нет ничего. Посмотрим, как он будет реагировать на луч. Ну, всё равно, в луче я реагирую хорошо. То есть, давлю верно. Хотя я даже не внёс его в луч. На ближних подстопах уже он его видит. Хотя вот сейчас не верёт. Здесь более-менее ясно. Я не знаю, тут помню, приёмника заднего. Но это не особо и важно. И последний у нас. Neoline 9700. Так, нужно другой стамени не поменять. Так, прибор работает. На отраженный луч видимо не реагирует, не тот кактус реагировал. Наверное, было еще какое-то переотражение, когда я подвинул лазер. Так, я бы не сказал, что он как-то… нет, что-то он как-то десекает, но не очень уверен. Вот так, как лучи реагируют. Ввожу прямо в приемник лазер, он здесь находится. Реакция никакой. Только реагирует как-то блоком, что ли. Когда лучше как-то, видимо, преломляется, реакция есть. Ну, то есть, нестабильно. Нестабильно даже в прямом луче. Тут, по-моему, нет приемника. Так… В общем, как-то так. Ну, в принципе, это все. Дальше, я думаю, будем тестировать уже на дорогах. Спасибо за внимание. Да. Да, я извиняюсь, я совсем забыл про конкур 899+. Сейчас мы его тоже проверим. Включаем лазер. Все предупреждения включены. Чувствительность повышена. Утражение. Утражение, видимо, никак не реагирует. Лучше тоже. Абсолютно никак. Вообще, не знаю, есть ли здесь лазерный приемник. Но, в любом случае, считайте, что его нет. Прибора нет режима, когда происходит одиночный замер. Вот. Можно нажать кнопку и сразу ее отпустить, как получится скорость. Но я не уверен, что оператор будет заморачиваться с такими манипуляциями. Так что можно считать, что аматы в основном работают в постоянку. Аматы. 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 Аматы.